Приветствую вас и, отвечая на вопрос прямо, я хочу сказать так, что для того, чтобы перестать жреть, вам нужно подумать о том, что вы получали от этого человека. Вы получаете от него определенный уровень любви и заботы, да, и этот уровень любви и заботы вы на данный момент не получаете от своего мужа. Значит, для того, чтобы перестать жреть, а не лечите вы потому, что сравниваете своего бывшего парня и мужа, сравниваете именно в контексте того, что сколько каждый из них дарил вам любви и заботы, и, естественно, ваш муж проигрывает. Ваш муж проигрывает, почему? Потому что парень, которого вы вспоминаете, он находится у вас в виде образа. В виде образа прошлого. А образ прошлого человек склонен идеализировать. И вы сейчас, парни, идеализируете. Идеализируете в каком контексте? В контексте того, что вам нужно. В контексте того, что вам не хватает. Вы вспоминаете только то, что вам сейчас наиболее важно. То есть, любовь и забота. Но при этом вы, естественно, немножечко забываете, отодвигаясь на второй план, то, что он не ваш человек, то, что вы обожглись. И на это были тоже свои причины. И вот это вы забываете. Потому что на первое место у вас сейчас выходит ваше желание. И вот, вы знаете, возникает вопрос. Почему вы не построили? Почему вы не добились? Почему вы не получили ту самую любовь и заботу от своего мужа? Ведь вы вышли замуж за человека. Вы связали с ним свою жизнь. И тем не менее, любви и заботы от этого человека вы не видите. Значит, вы руководствовались, во-первых, другими желаниями, которые сейчас стали для вас менее актуальными. Ну, а во-вторых, ваши предыдущие желания никуда не делят. Давайте мы с вами скажем так, что можно разобрать причину, по которой ваши отношения с мужем не складываются, можно разобрать причину, по которой вы обожглись с вашим бывшим парнем. Но, так то остается факт. У вас есть определенный образ, определенные представления о том, определенные представления о том, что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливой в отношениях, и по какой-то причине на пути к этому у вас постоянно появляются препятствия. И эти препятствия обусловлены вами вашим отношениям, вашими реакциями, вашим поведением, поступками и так далее. И чтобы вы были счастливы, нужно это поведение проанализировать. Проанализировать на предмет возникновения препятствий. И когда мы поймем, почему эти препятствия возникают, мы сможем вам помочь. И вы перестанете жалеть о том, что вы отвергли своего бывшего парня. Потому что сейчас вам кажется, что любовь и заботу вы утратили. Вы ее больше не получите. Но если препятствия к ним убрать, то для вас откроется достаточно ясный путь к достижению этого. Но обязательно следует помнить, что отношения невозможно строить без искренности и воспринимали людей как средства для достижения своих желаний. Можно попробовать понять вашего мужчину, вашего мужа. Можно попробовать решить ваши проблемы, если вы готовы его понимать. Если мужчина готов, в целом готов что-то для вас делать, если он дорожит вами. Если этого нет, и если у вас нет детей, вы написали, что у вашего бывшего парня есть ребенок. А про то, что у вас есть ребенок, вы не написали, поэтому полагаю, что у вас детей пока нет. Значит, если у вас нет детей, то вам легче будет уйти от мужчины, своего мужа, и строить отношения так, чтобы вы были счастливы. Строить отношения в той форме, в которой они сразу, изначально, безусловно, дарили бы вам то, что вы хотите, то, чего вы достойны. На этом, в принципе, все. Надеюсь, что бы помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!